Осенью этого года в 15 регионах пройдет апробация новой модели оценки знаний и умений учителей русского языка и математики. В Роспотребнадзоре рассказывают, что в апробации примут участие 300 школ и не менее 4000 педагогов по всей стране. Почему именно эти предметы, коли они самые важные и ЕГЭ по ним обязательный? Действительно, учители это такая профессия, что экзамен приходится сдавать постоянно. Каждый день, приходя в классы, давая уроки, учитель уже сдает экзамен. В этом учебном году у наших учителей есть возможность поучаствовать в новом проекте аттестации учителей. Следует отметить, что аттестация для учителей Рязанской области процедура не новая. Она была всегда, формы ее проведения только лишь изменялись несколько и совершенствовались. Рособранадзор планирует подготовить рекомендации для институтов повышения квалификации учителей и по-новому проводить аттестацию. Правда, кто, когда и как проверял знания самих работников институтов повышения квалификации, неизвестно. Те материалы, которые будут использованы для проверки знаний, они разрабатывались Российским государственным педагогическим университетом имени Герцина. Который находится в Санкт-Петербурге. Они с собой представляют эти материалы опросник специальный, диагностическую работу. Но и следует отметить, что в рамках процедуры аттестации, вот этой апробации, будут проходить и несколько уроков, которые будут записываться на видеозапись. А что думают обо всем этом учителя школ, ректоры вузов и другие эксперты? Каждый педагог раз в три года и так проходит повышение квалификации. Проверки тетрадей, подготовка к ЕГЭ, сумасшедшие нагрузки каждый день. А тут еще и экзамен. Да еще и тем учителям, что загружено больше других предметников. Чиновники объясняют это так. Самые главные предметы это все-таки русский и математика. Это те предметы, которые наши учащиеся выбирают для того, чтобы сдавать. Они являются обязательными. Эти предметы при сдаче единого государственного экзамена. Со временем процедуру добавят и для преподавателей других предметов. Личные результаты будут конфиденциальны. Посмотреть свой результат сможет только конкретный учитель в личном кабинете. Органам управления образования необходима только общая информация о уровне подготовленности преподавателей в регионах. Те результаты, которые будут получены в рамках этого проекта, они в основном будут использоваться региональными органами образования, федеральными органами образования для того, чтобы проанализировать результаты учителей и повышение квалификации, дальнейшее их направить, так сказать, в нужное русло и иметь возможность адресно повышать квалификацию каждому учителю. То есть именно то, что нужно конкретному учителю математики, конкретному учителю русского языка. Рособранадзор сейчас работает над тестовыми материалами. 200 учителей математики и 200 учителей русского в Рязанской области примут участие в эксперименте уже в конце сентября. Сейчас есть возможность сделать выбор, идти или не идти на экзамен. Но вполне возможно, в скором времени в 7000 учителей русского и более чем 700 учителям математики нашего региона придется проходить подобное тестирование. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».